Все, что в руках оружие, все, что в глазах мишень. Сегодня свой день рождения отмечает Тульская 106-я гвардейская дивизия ВДВ. Уже 73 года она стоит на страже порядка. За плечами бойцов сотни спецопераций. Из рядов только нашей дивизии вышли 30 героев Советского Союза и России. Как сейчас живут десантники? И почему, если армия это школа, то ВДВ институт? Андрей Чаркин обо всем порядку. Там, где черт сломает ногу, ВДВ найдет дорогу. Армейский фольклор на плацу обыгрывают тульские десантники. Задание – захватить лагерь террористов в горах. Под защитой бронемашины бойцы наступают на врага с двух сторон. Группа на квадроцикле выходит на передовую. Летят гранаты и дымовые шашки. У террористов шансов нет. В дыму и под шум выстрелов. Так отмечать свой день рождения для тульских десантников – традиция. 106-й гвардейской краснознаменной дивизии ВДВ исполнилось 73 года. Поздравить будущих сослуживцев в город-герой приехали воспитанники Центра спецподготовки из Кировской области. Он тесно сотрудничает с дивизией. За три года для нее подготовил более 350 бойцов. Прежде всего надо служить родине своей, защищать ее. Никто кроме нас. В дивизию ВДВ никто кроме нас. Вот из этого пошел. Спортом заниматься надо. Желаю пасть в тульскую дивизию. Мне вот это очень понравилось. Очень все хорошо. Более сотни спецопераций. Передавай Великой Отечественной, Компании в Афганистане, Чечне, Абхазии и Косове. Это лишь часть послужного списка бойцов дивизии. За 73 года ее существования 30 гвардейцев стали героями Советского Союза и России. Под Варшавой освобождение очень тяжелые бои были. Были тяжелые бои на Наревском плацдарме. Немцы всячески стремились столкнуть нас в Нарев. Но мы, пацаны, 18-летние, выстояли и не отступили и удержали плацдарм. Сейчас в десантных войсках хорошее поколение. Молодое, стойкое, пытливые они. Возложение цветов к памятнику погибшим десантникам, демонстрация спецтехники и парадное шествие. В торжественном митинге к 73-му дню рождения дивизии принял участие губернатор Алексей Дюмен. Лучших гвардейцев он лично наградил медалями за воинскую доблесть, грамотами и благодарностями. Вы всегда находитесь на передних рубежах. Добрестно стоите на страже мира. Выполняете задачи, которые под силу только вам. И по праву считаетесь резервом верховного главного командующего. Сейчас десантники тульской дивизии готовятся к параду победы. 9 мая они пройдут в колонии по площади Ленина. Плечом к плечу, как в 45-м. А до середины июля ряды гвардейцев пополнят еще более 200 новобранцев. Андрей Чаркин, Александр Лехнер, Первый Тульский. Продолжение следует... Продолжение следует...